Две недели назад на украинских постах стали задерживать грузы, следующие в Приднестровье. Сначала никаких объяснений не было, затем украинцы стали запрашивать некоторые документы в Молдове. Но даже после их предоставления машины не пересекали границу. Как правило, осложнения касаются транзита, то есть с товарами, произведенными. В Украине проблем нет, а грузы из России, Белоруссии, Евросоюза и других стран проходят проверку, которая длится уже полмесяца. На неделе появилась информация, что Украина начала пропускать грузы, следующие в Приднестровье. Что происходит на украинской границе, выяснял Степан Бугаев. Еще раз будет контрольная проверка полностью, да? Третий раз уже, да? Хорошо, спасибо. Не отпустили, ждут. Грузчиков, что пришли, значит, выходной опять стоит она. То есть машина, они ее уже два раза пересчитывали. Автомобиль все еще на границе, уточнил Евгений. Везут лекарства, обычный груз. Однако на украинско-белорусской таможне вместо обычных нескольких часов машина стоит уже 14 дней. 20-тонную фуру украинцы разгружали уже два раза. Сейчас готовится третья, точно такая же процедура. Хотя все документы в идеальном порядке, передает предприниматель слова водителя, находящегося с грузом. Две недели прожить в машине без особых ресурсов, денежных, потому что все созваниваются. У него, по сути, деньги уже закончились. А там одалживают, также рядом стоящих наших приднестровских машин у водителя. Деньги там как-то живут. Честно, понятия не имеют причину. Нам никто ничего не пояснил. Я не знаю причину, но вот как оно есть, это факт. Ситуация стала проясняться, когда украинцы направили в Приднестровский ГТК, а также в Молдавскую рекпалату и таможню запрос по поводу аккредитации фирмы владельца груза в Молдове. Документы пришли 10 дней назад, но с тех пор машина продвинулась только от украинских таможенников до украинских же пограничников. В подобной ситуации оказался транспорт десятка крупных приднестровских компаний, говорят в ГТК. И почему-то особо пристальное внимание на пунктах пропуска отводится грузом с алкогольной продукцией, сигаретами и мясом. В основном дополнительный контроль касается подакцизных товаров и товаров, которые имеют высокую налоговую нагрузку, бытовая техника и другие. Хотя каких-то аналогий провести невозможно. Официальных объяснений украинские таможенники пока не дают, но контакты с ними поддерживаются. Сейчас ГТК готовит обращение в адрес своих коллег с просьбой разъяснить ситуацию. Посольство Украины в Молдове тоже пока не может дать необходимую информацию. Мы не получили объяснений о причинах задержки наших грузов. Отрадно отметить, что грузы начали пропускать. К сожалению, адресовать эти вопросы в Кишиневе пока некому, потому что посол Украины, аккредитованной в Республике Молдову, указом президента Украины отстранен от своей должности, новый посол не представлен. В Приднестровье пошли грузы с продуктами питания. Впрочем, машины задерживались не на всех участках, а только в Черниговской, Одесской областях и Западной Украине. На разных пунктах пропуска Украины по-разному объясняют сложившуюся ситуацию. В качестве причин называются такие, как усиление таможенного контроля за грузами, следующими в адрес непризнанных государств, дополнительная проверка документов, проводимая подразделениями по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, либо запрос в Республику Молдова о подтверждении регистрации в регистрационных органах Молдовой фирмы. Неопределенность на границе совпала по времени с визитом в Одессу Петра Порошенко, где он отчитал местных руководителей пограничной и таможенной службы. В тот же день на таможню прибыли документы, которые украинцы запрашивали для пропуска автомобиля Евгения. Машину обещали отпустить, но она так и не сдвинулась с места. Предприниматель говорит, пока задержанная фура не вернется, другие автомобили за грузом не отправятся. Ситуация довольно серьезная, потому что 70-80% лекарств Приднестровья получает именно через Украину. Конечно, вот этот весь груз, его нереально провести через Молдову, так как в Молдове совсем другое законодательство, мы идем не транзитом, мы попадаем под растаможку, попадаем под НДС и попадаем под регистрацию препаратов. Эти там большая часть препаратов просто не зарегистрированы в Республике Молдова. А у нас они имеют регистрации. Ну, в связи с этим Молдова испытывает дефицит определенных препаратов. Российские дистрибьюторы, заводы российские, все, что завозится, все через Украину. За проезд одной машины ее владелец перечисляет в бюджет Украины примерно полторы тысячи долларов. Евгений готов платить, предоставлять украинцам любые документы, не хочет ссориться и максимально дистанцируется от политики. Он очень надеется, что вслед за другими машинами, например, с польским картофелем, украинцы пропустят и его грузы. Иначе его и не только его бизнес может погибнуть, а приднестровцам придется покупать лекарства по молдавским правилам. Ослабнит ассортимент, конечно, очень сильно, потому что придется нам завозить именно тот ассортимент, который есть в настоящий момент в Молдове. И у нас на большую группу препаратов цены на порядок ниже, чем в Молдове. Определенные препараты мы везем оттуда, потому что у них самые низкие цены, но определенные препараты достигают в разы дорожания. Сейчас в Приднестровье о нехватке лекарств речь не идет, говорит Евгений. Но его компании необходимо пополнить сезонный ассортимент товара от простуды, гриппа и так далее, а также завести препараты для онкобольных. В пользу того, что это удастся сделать, и говорит тот факт, что усиленные проверки в отношении приднестровских грузов украинцы проводят не впервые. Такая же ситуация была в феврале, но тогда все разрешилось, и больших неприятностей удалось избежать. Степан Бугаев, Егор Бекерский. Проект «Точка отчета». Продолжение следует...